Всем привет дорогие друзья, меня зовут Юрий Аксёнов, это геймплен рубрика посвященная обзору игр для андроид, ставь класс под видео и погнали! Открывает сегодняшний выпуск игра под названием Down of Sniper 2. Обзор на первую часть я делал несколько месяцев назад, и на удивление вторая часть вышла достаточно быстро. Как и в первой части нам предстоит играть за снайпера, который защищает выживших людей от атак зомби. Вам предстоит внимательно следить за локацией и вовремя отстреливать ходящих, а иногда и бегущих мертвецов. Теперь в игре появились специальные ящики поддержки, выстрелив в которые вы можете вооружить выжившего, и он сможет помочь вам в проведении обороны. За заработанные деньги вы по традиции сможете покупать новые винтовки, а также производить их апгрейд. Во второй части игры, как вы уже могли заметить, изменений практически не появилось, но тем не менее она не хуже первой, поэтому поиграть в принципе можно. Вторая игра называется Moss Speedrun 2. Она представляет из себя хардкорный платформер, цель которого пройти уровень как можно быстрее, не умереть и собрать как можно больше монеток. Когда я скачивал игру, то не ждал от неё чего-то крутого, и это тот редкий случай, когда реальность превосходит ожидания. Игра меня весьма порадовала, и давайте перечислю чем конкретно. Во-первых, тем, что локации в игре очень проработанные и интересные, в них множество потайных мест и сложных этапов. Во-вторых, это динамика. Игра постоянно держит в напряжении, ведь секундомер не стоит на месте, а торопит вас. В-третьих, это большое количество элементов кастомизации персонажа, которые будут открываться за успешное прохождение миссий. Единственное, что может не понравиться некоторым моим зрителям, так это графика. Она пиксельная и не совсем качественно отрисованная. Но лично я после первой минуты игры настолько увлёкся ей, что вопрос о графике у меня полностью отпал. Третья игра, это приключенческая аркада в стиле Кросси Роудс под названием Скелетомб. Говоря о сходстве с Кросси Роудс, стоит сказать, что оно присутствует только в плане геймплея. А так, эти две игры несут абсолютно разные идеи. Скелетомб это эдакая смесь рогалика и Кросси Роудс. В игре присутствует несколько режимов, это приключение и бесконечный режим. В режиме приключения вам предстоит проделать длинный путь через множество локаций и ни разу не умереть. Вам предстоит избегать стрел, ловушек и противников, причём с противниками вы можете вступать в бой. Также можно уничтожать имеющиеся на локации объекты и прочищать себе дорогу. Управление в игре может осуществляться множеством различных способов, в том числе и с помощью геймпада. Проект весьма интересный, и я также советую вам с ним ознакомиться. Следующая игра называется Humory. Здесь вам предстоит проявить две ваши способности, это память и скорость. Ваша задача запомнить, где находятся точки одного цвета и быстро нажать на их расположение. Правда, сложность возникнет на том этапе, когда вы коснетесь экрана. Все точки станут одного цвета и тут-то и понадобится память. Также на некоторых точках могут быть изображены бонусы и антибонусы, поэтому стоит обращать внимание и на это. Так, часики добавят вам бонусного времени, а череп мгновенно завершит игру. В игре также присутствует мультиплеер, в котором вы можете поиграть со своим другом на экране одного устройства и проверить, чьи нервишки сдадут первыми. Завершает сегодняшний выпуск игра под названием Little Particle. Это хардкорная бесконечная аркада, геймплей которой отдаленно напоминает Geometry Dash и Flappy Bird. Вам предстоит с помощью нажатия осуществлять прыжки и избегать множества возникающих препятствий. Казалось бы, игра и так максимально сложна и хардкорна, но для тех, кому так не кажется, есть и другие режимы, где вам предстоит управлять сразу тремя или четырьмя дорожками. Я не знаю, для кого созданы эти два режима, наверное для японцев, не вылазящих из аркадных автоматов. И также в игре есть и локальный мультиплеер, разделяющий экран вашего устройства на два. Вот и всё на сегодня. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!